Добрый день, уважаемые коллеги коллектив детского отделения и коллектив таракальной хирургии. Хотел бы представить клинический случай применения локально-высокодозной химиотерапии в лечении метастатического поражения легких и плевр и у детей с опухолем Вильмса. Девочка в возрасте 5 лет поступила в наше отделение летом этого года. Из анамнеза было известно, что два года назад ей был выставлен диагноз нефробластома. Было выполнено первым этапом оперативное лечение в объеме тумора нефроэтероэктомии справа. По гистологическому диагнозу вариант был бластемный тип. Лимфатические узлы были без метастазов. Она получала лечение по третьей стадии, в дальнейшем несколько курсов химиотерапии, и лечебная программа была завершена в декабре 2014 года. Буквально через полгода при профилактическом рентгенографии органов грудной клетки были выявлены множественные метастазы в легких, первично же по данным КТ, которые не определялись. Родители самостоятельно обращались в зарубежную клинику, где провели четыре курса химиотерапии, лучевую терапию на оба легких в суммарно-очаговой дозе 15 грей и высокодозную химиотерапию с аутотрансплантацией. Девочка была выписана, и в мае 2016 года на контрольной компьютерной томограмме органов грудной клетки отмечалось прогрессирование злокачественного процесса в легких. Ребенок поступает в наше отделение. Ей выполняют торкотомию слева. Во время операции выполняется краевая резекция легких с образованием, которые выявлены были. При дальнейшей ревизии в шестом сегменте также было расположено образование, выполнена анатомическая резекция данного сегмента. В дальнейшем при ревизии купола диафрагмы на паритальный плевер еще было обнаружено три узловых образования и выполнена частичная плевроэктомия. Выполнено также гистологическое срочное исследование образования купола диафрагмы и выявлено метастатическое порождение плевры опухолю ВИМСа. Решено выполнить нормотермическую химиоперфузию легкого препарата космиген и гипертермическую химиоперфузию плевральной полости препаратом цисплатин. Послеоперационный период протекал гладко. На вторые сутки девочка переведена из отделения реанимации. На 12 сутки ребенок выписан из стационара. Мы хотели продемонстрировать наш клинический случай для того, чтобы продемонстрировать техническую возможность и безопасность использования локальной химиоперфузии легкого и плевры у таких предлеченных больных с резистентным течением злокачественного заболевания. Вот и все. Спасибо. У кого-нибудь есть вопросы, замечания или может быть комментарии по этому поводу? Дорой Александр Евгеньевич, подскажите, пожалуйста, вы сказали на 12 день ребенок выписан. Какие-то отдаленные результаты лечения есть? Насколько эта методика была не только безопасной и технически исполнима, но и эффективна в данном случае? Спасибо. Спасибо за вопрос. Девочка находится в ремиссии уже три месяца. Ну, относительно безопасности, то есть вы знаете, что бывает всякое, что это все-таки очень большой риск. И чем ребенок младше, тем, наверное, риск будет больше. Поэтому тут можно, ну, то есть на эту тему, то есть надо за этими больными следить, коли вы это делаете. Вот. И на самом деле относительно эффективности, но надо сказать, что это не абсолютно безопасный метод, чтобы это все-таки бывали. Мы с вами знаем, что бывают осложнения. И, то есть ткань легких у маленького ребенка, то есть она, если это без всякого риска происходит, ну, возможно, осложнение. Поэтому к этому методу надо относиться в крайней степени осторожно. Но в ситуации, когда вот здесь, когда, ну, я хочу отметить, что ребенок лечился в зарубежной клинике абсолютно безграмотно. Вот. Судя по всему, во всяком случае, потому что мы знаем из выписок, и когда мы имеем дело, может быть, это не первичная резистентность, а просто от того, что ребенок был неправильно лечен. Неправильно лечен, конечно. Неправильно лечен. Вот. Но в случае, то есть вот, ну, то есть один случай, это ни о чем, но то, что метод этот есть, но это надо отслеживать и очень, и очень осторожно, если рекомендовать его, то очень, очень осторожно исключительных случаев. Нет, у нас как бы опыт большой по поводу химии перфузии, ну, вы сами прекрасно знаете, просто этот случай мы продемонстрировали тем, что это впервые в мире описанный случай, когда выполнено одномоментно, одномоментно две химии перфузии и легкого, и плевра сразу же, и достаточно такого маленького ребенка. Поэтому мы решили продемонстрировать этот случай. Он будет, и статья у нас опубликована, поэтому. Да, мне хочется прокомментировать. Дело в том, что это методика используется только у пациентов с мультилинейной предлеченностью, действительно с резистентным течением, и опыт у нас, ну, на мой взгляд, достаточно большой. Это уже более 20 химиоперфузий легкого и гипертермических химиоперфузий плевральной полости. Сейчас проводится статистическая обработка этого материала, и в скором времени мы представим отдаленные результаты этой методики. При других опухолях. Спасибо. Да, пожалуйста, вопрос. Позвольте один только вопрос. Скажите, пожалуйста, вероятность развития пневмофиброза у ребенка в отдаленной перспективе, она, насколько, скажем так, возможна, и будет ли это способствовать прогрессированию, ухудшению состояния? Спасибо. Но в случае пневмофиброза мы не случали в отдаленных последствиях. Из-за осложнений, которых мы встречали, это постперфузионный отек, которые были в первом раннем постоперационном периоде. А по поводу пневмофиброзы, еще раз повторю, мы сейчас происходят статистические анализы всех данных, и в дальнейшем мы представим все результаты, и также с удаленными осложнениями у детей, которые были в самом начале с химиоперфузией. Еще рано немножко говорить об этом. По поводу постперфузионных фиброзов я могу, собственно, прокомментировать. У нас есть опыт со взрослыми, и изучение материала легких взрослых, которые подвергались химиоперфузии, но в том числе в пределах двух-трех лет. Есть фиброзы, да, но, как правило, это существенно не снижает дыхательную поверхность легких. То есть они компенсированы, и компенсаторные возможности сохраняются, и они есть. Но вот то, что касается постперфузионных отеков в остром периоде, это довольно угрожающее жизни состояние, и в ряде случаев это требует даже хирургических методов его коррекции, и не всегда это заканчивается благоприятно. Но частота таких осложнений невелика, это 1-2 процента. На нашем опыте со взрослыми.